Всем привет! Всем привет! Так, иду пока немножко присоединяться, будем общаться. Не успели ко мне на страничку зайти, как уже. Где Дима? Дима в маске бег, кто еще не знает. Так, все спят уже что-ли? Так, так, так. Как дела? Готовы к свадьбе? Ну, на 90, наверное, процентов. Уже, да, еще пару моментов осталось. Так, совсем мало времени. Отдыхаю после тяжелого дня, лежу на диване. Сейчас устаю быстро. Долго очень склю, по 11 часов в сутки. Так, привет всем, кто присоединился. Как найти друга Дима вместе. Какого друга? У него же не один друг. Сколько рекламы у тебя стоит? По поводу рекламы писали в Директ. Кого интересует? Почему так темно? Потому что у меня свет выключен. Я в темной кофте. Так, привет. Стомска. Так, свадьба 25 октября. Да, очень красиво, спасибо. Свет включить? Что, серьезно? Так, по поводу имени сына еще не знаю. Так, всем привет, всем спасибо за комплименты. Потому что я почему-то разговариваю, как утка протянутая. Потому что я очень сильно устала. Я очень сильно устала, и если бы я не пообещала выйти в прямой эфир, даже в плане не написала по сторис, я бы не вышла сегодня. Как дела к свадьбе? Все готово. Дима. Дима в Москве к свадьбе почти все готово. Дела... Ну, выдвигаются. Полненький такой. Мы в эфир с ним выходили еще. Это мы выходили в эфир, когда я в Москве была еще. Через сколько Дима приедет? Через десять дней. Понимаетесь? Да. Постоянно. А утром мне кажется, что он потягивается в животике. Выбрала платье, да? Включи свет. Хорошо, сейчас включу. Сандре. Сандра, привет. Так, всем привет. Это единственное, кто отвечает на все вопросы. Если честно, то я тоже это заметила. Я иногда захожу в прямой эфире там на других там или участников, или там ведущих, и так далее, то да. Они не то, что не отвечают, а даже не прочитывают их вслух. Ну, я раньше вообще читала все абсолютно сейчас, как настроение, силы и так далее. Какой срок уже? Уже девятнадцать недель практически. Красивое, спасибо. Казахстан, привет. Что лет по телевизору? Какая-то нотата. Что он делает в Москве? Работает. Платье выбрала. Давно это было. Наверное, это было с Гомиром. Я не знаю, я не уверена, с кем мы выходили в прямой эфир. Не помню. Ну, я не помню. Очень красивое спасибо. Так, платье я уже выбрала. Костюм Диме я не купила еще. Точнее, мы не купили, но у нас определенный цвет свадьбы. У нас определенный стиль по... Ну, у нас не будет именно костюма. У нас будет кое-что другое. И все, скоро увидите. Пока не буду разговаривать об этом и афишировать. И он приедет, мы это все сделаем. Зато маме купили. Точнее, выбрали. И папе скоро будем выбирать. Как ты относишься к чеченцам? Странный такой вопрос. Как вы относитесь, там, я не знаю, к африканцам? Ну, я не знаю, к американцам, там, к итальянцам? Ну, то же самое вопрос. Одинаково ко всем отношусь. Он с Димой в машине сидел, когда общались. А, мы, наверное, в совместный эфир выходили. Я не помню. Там было много людей. Честно. Ну, ты, наверное, гомишь, но я не уверена. Смотришь, там два дня только в отрывках. Это лучшее время, когда ты чувствуешь малыша в сердце. Но это точно. Когда я почувствовала первое швеление? В шестнадцать недель три дня. Привет. Привет. Ну, именно конкретно. Ты на дом 2 вернешься? Нет. Привет, Зарала. Привет, на дом 2 не хочешь? Нет. Спасибо. Стала ли я радужительной? Я стала, я даже не знаю, как это назвать, но я стала, ну, не мистливая, что ли, ну, я не знаю, как это называть, но агрессивной, наверное, в плане в ответ на какую-то агрессию ко мне или какое-то не такое поведение в мою сторону. Пока Дима у нас в этой квартире одна, да, одна живу. Ой, ой, так светлее, наверное. Блин, у меня так болит, у меня очень сильно болит. Тазовая кость левее от крестца очень сильно болит. И каждый вечер эта боль, каждый вечер присутствует. И так, как бы я прочитала в интернете из-за того, скорее всего, что малыш растет и давит, ну, всем своим вот этим вот детским местом мне на нерв ущемляет его. Ой. И, короче, очень неприятное ощущение, очень. Сейчас я... Так, блин, свет так плохо падает. Привет, какой цвет, цвет чего? Белое платье, кто спрятали в полную свадьбу. По поводу этого вы узнаете... Ой. Чуть позже, точнее, на свадьбе. Сейчас, секундочку. Я воду просто открою. Блин, не могу сейчас. Сейчас я через эту секунду вернусь. Просто мне надо открыть, попить воды, а то у меня это что-то тошнит. Поэтому позадавайте пока вопросы. Что там у кого накопилось? Сейчас, одну минуту. Неудобно. Ой, наконец-то вы добавляетесь. Проснулись, что ли. Так, я сейчас включу свет в коридоре. Просто у меня очень это давит на глаза. Моральный свет. Вот так. Ой. О, я сейчас установлю. Канер. Вот так. Вот так. Притяжусь. И так мне будет легче вам отвечать. О, так лучше? А я пока вас перечитаю. Так, он приедет в Киев на свадьбу. Вдруг его. Хотела бы увидеться. Он приедет на свадьбу, да. Если это о нем речь. Да, из проекта будут ребята. Болела за Хабиба или за Конора? Нет. Где Дима в Москве? Свадьба будет? Будет. Да, она очень красивая и милая. Спасибо. Оп. Планируешь ли я устраиваться на работу после декрета? Ну, знаете, на три года вперед я не думаю. Я не думала еще год назад, что я на проекте буду. Поэтому так далеко наперед я не знаю. Может у нас второй ребенок будет в это время, я не знаю. Какой у тебя срок беременности? Почти 19 недель. Сильный был токсикоз. Уж очень мне нехорошо. Сил нет и тошнит постоянно. А какой у вас срок? У меня был, да. Сильный токсикоз тоже. И сил нет и тошнило. Да, меня и сейчас подтошнило. Сил нет. Боишься ли ты рожать? Нет, не боюсь. Дана, ты так похудела. Я знаю. Так. Вы не болели простудой временности? Нет. Как найти? Ну, я ему скажу, если ему будет интересно, а он вам не пишет. Вы напишите мне в директ. Ой, я еще что-то буду особенно дышать. Ну да, и мы придумали нет. Привет. Дима на то можно не пускать без проблем. Да, у него есть еще приглашение от меня на всякий случай. Привет, я Германия. У меня две подушки для беременных. Одна косичка, вторая обычная для беременных. Вы живете на семной квартире, у кого-то из вас есть недвижимость? У Димы есть недвижимость, но не в Украине. Поэтому мы живем на семной квартире. Привет, Дима. О боже, 589 раз повторяет Дима в Москве. Вы можете зайти к нему на страницу и там все понятно. Так, изжога, ну да. Токсикоз еще есть. Мне кажется, я из тех людей, у которых токсикоз будет в плане такой более легкой, конечно, форме. Прямо вплоть до родов. Ну, я не знаю. Конечно, я бы хотела, чтобы такого не было, но... Не знаю. Нет, я не боюсь рожать. Айфон. Восемь плюс. Покажи позик. Нет, я не буду этим сейчас заниматься. Тебе сможет именно формировать. Пускай это останется для вас загадкой. Почему ты лежишь на животе? Я не лежу на животе, я лежу на боку. Вот я лежу, а он рядом со мной лежит. Так, Дам, ты хочешь сама двигать практически? Ну, конечно, сама. Шевеление чувствую. Мне так комфортно, не переживайте. Ребенка я не давлю. Я же чувствую. Блин. Так. Надо не на животе лежать. Сколько получаешь на рекламу? Достаточно. Что делала сегодня? Сегодня я безуспешно ездила в салон на прессотерапию. Кстати, кто-то делал прессотерапию в своей жизни? И делали ли вы это во время беременности? Именно на зону ног? Кто не знает, прессотерапия это такая процедура, которая делается в салоне с врачом. На тебя надевают такой специальный костюм космонавта. Ну, если это просто прессотерапия, то на все тело. Если это прессотерапия какой-то зоной, то на ту зону, допустим, на ноги, значит, на ноги. И, ну, как бы я не была, еще я не попала. Но, как я поняла, ну, там какое-то давление образуется в этом костюме. Оно, как знаете, как вот эти вот штуки, которыми давление меряют. Вот здесь вот, когда оно надувается и сдавливает. И это типа что-то такого, когда циркулирует воздух по этому костюму, соответственно, разгоняет кровь в лимфу. Ну, там оно, чтобы не было всяких застоек, чтобы не было там отечности ног и так далее. Вроде как для беременных это хорошо, особенно на более поздних сроках, когда, ну, как бы уже тяжело ходить и отекают ноги, там появляется венозность и так далее. Вот, я, короче, вроде как записалась на 5, на 5 или на 10, я не помню, процедуру, ну, курс. А теперь мне мама говорит, почитай интернет, типа, больше, может, все-таки не надо, время беременности, там, бла-бла-бла. Потому что, ну, женские дни есть противопоказания, например, для этой терапии. Не знаю, для всех зон, или только для зоны живота. Но суть в том, что если для женских дни есть противопоказания, я так понимаю, потому что разгоняет кровь и, возможно, может быть кровотечение, то нет ли, ну, как бы, противопоказаний во время беременности? Хотя интернет пишет, что нет, и врач говорит это, что нет. У своей врача я это спрашивать не буду, потому что она у меня старые закалки, и она не поймет, о чем идет речь. Поэтому, не знаю, может, кто-то с этим сталкивался. Ну, то есть, не просто послушал меня, сейчас и сделал выводы. Так, такие молодцы, что ушли с дома два. Ну, да. Произложитель хорошо. Кушаешь? Написала в прошлом, вчера в посте. Уже купили колядку для малыша? Ну, я не уверена. Я не покупала. Правда, что нельзя покупать детские вещи до 30 недель? Ты будешь заранее покупать? Вы, наверное, очень недавно на моей страничке, потому что у меня уже миллион и маленькая тележка всяких, ну, штучек для ребенка. И, как бы, я не вижу особо разницы, покупать вещи в 20 недель или покупать вещи в 30 недель. Просто сейчас больше времени, больше сил, больше возможностей. Не знаю, что будет в 30 недель. Я уже еле дышу, блин, я тоже хочу. Я не лежу на животе. Так, почему я написала уже, что снимать, а не на 2 меня отсветила? Повторить, может, я не увидела. Я не лежу на животе. 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 Я еще раз говорю, я не лежу на животе. Боже мой, по поводу айфона. Это я еще до сих пор не дочитала? Или это вы мне 500 раз спросили один и тот же вопрос? Вот. У меня почти 19 недель. У нас будет мальчик. Такое кревое спасибо. А если перевысить на один день в Украине, в следующий раз пропустят? Нет, депортируют. Не знаю на сколько. Так, да, Плюзан уже большой. Привет, привет с Киева. О, сейчас лукается, кстати. Какой срок? Дима приехал? Нет. Как? Ты? Ты с парнем вместе? Я женюсь скоро. Ой, женюсь. Я замуж выхожу скоро. Поэтому я не с парнем вместе. Я уже с мужем. Практически. Очень красивый дам. Спасибо. Блин, большой дам. Ты сама живешь. Ну, вообще мы с Димой живем вместе. Он уезжает в командировки. Привет. Да, на хуйнику они бты давят. Да я, блин... Я ножку откинула. Видите? Дима смс-ку написал. Дима, если ты в моем прямом эфире, знаешь, что я вижу, что ты мне написал. Но просто я не могу отвлечься пока. Лицо колола чем? Я не колола лицо. Да, токсикоз мучал. Так, по поводу еды, это все в последнем посте. Всего вам хорошо. Спасибо. Сильно похудела. Значит, из половины килограмма. Так, сохрани эфир. Хорошо. Ой, сори. Это мне Дима звонил. Ему, короче, немножко сбилось. Не услышал он, видимо, моих слов. Точнее, его, наверное, не было у меня в эфире. Так, отвечаю дальше на вопросы. Я никуда не ушла и никуда не делась. Я просто на пару секунд ответила Диме. Поэтому, кому интересно, послушать дальше. Уже более-менее беременно опытные девушки. Раньше спрашивал я, теперь уже спрашивают и у меня. Даже у вас. Так. Ты ощущаешь, как мышцы на животе растягиваются от роста живота? Нет, у меня они растягиваются, потому что кожа видна эластичная. Платье я уже купила. Да. Я не лежу на животе. Это слишком хорошая для Димы. Да ну. Вы знаете, что я всегда знала, что у меня мой муж, мой будущий мужчина, моя половинка будет, ну, вы знаете, как инь-янь. Вот я вся такая нежная, а он весь такой, ну, не то что грубый, но такой более жесткий. И, поверьте, со мной он себя далеко не так ведет, как вы это видите. Или, возможно, как он ведет с вами, потому что, ну, если вы там как-то знакомы или где-то пересекались и так далее. Со мной я не буду рассказывать, какую. Я храню его авторитет. Дохло? Дохло. Долго тело сохнет после нанесения кокосового масла. Нет, я в основном не задумываюсь об этом. Если нужно куда-то спешить, я надеваю вещи и бегу. Что ты используешь из косметики для живота? Кокосовое масло. Лучше на животе не лежать. Я не лежу на животе. Мои дела нормально. Можешь животик лосьонами. Кокосовым маслом у тебя есть провода? Да. Отлично выглядишь. Спасибо. Ой, у меня вообще акюрком не было. Даже обувь была травма. Прикольно. Сколько недели купили? 19 практически. С вами платила я уже купила? Да. Красиво. Так. Спасибо. Чем больше всего любишь заниматься в свободное время? Больше всего в свободное время я занимаюсь покупками для малыша. Выбираю все в интернете, в магазинах. В этим занимаюсь. Я даже свадьбой не столько занимаюсь, как все для малыша. Хотя свадьба намного скорее, чем рождение. Я не лежу на животе. Хватит мне это писать. Господи. Ты с родителями живешь или со мной? Я живу с Димой. Мы живем отдельно. У меня тоже отеков не было. Родила сночкой 4 килограмма. Класс. Я не лежу на животе. Скучаешь по жизни? На практике нет. Дима очень грубая. Дима не грубый. Дима купил? Что купил? Когда свадьба? 25 октября. Привет, солнце. С кем живешь? Так. Шевеление чувствую. Отеков пока нет. Как ты еще лежишь на боку? Спасибо. Нет. Не хочу на Дом 2. На Дом 2 не звали, но на шоу звали. Приветик. Если ты не помнишь, конечно ли, я тебя помню. Очень странный вопрос. Как можно забыть? Отлично выглядишь. Спасибо. Где Дима? В Москве. ПДР наконец проначал марта. ПДР пока ставят на 8 марта. Но мне кажется, что раньше родиться. Потому что уже немножко сдвигают по УЗИ. Но еще это как бы нигде не фиксируют так, чтобы официально. И плюс ребеночек будет, скорее всего, крупненьким. потому что родители родились крупными. И дружишь с Марго Овсянниковой. Ну, мы общаемся. На Дом 2 я не вернусь. Я не лежу на животе. Тебе командировки не надоели? Надоели. Дяночка, терпение тебе бездельно. Спасибо. Да, Боже, не лежит это на животе успокоить. Дяночка, скажи, как сдать экзамен по алгебре, если я не понимаю. Ну, как бы, или учителя не сдашь. Репетитор. Как животик? Нормально. Привет, Беларусь. Ты очень естественная и красивая. Спасибо. Дима помогает финансово или на шее родителей сидишь? Я сижу на шее Димы. А ребенок сидит на моей шее. Так и живем. Какого числа у вас с вами? 25 октября. Я не лежу на животе. В сожалению, я чувствую. Ты будешь покупать бандажи, чулки? Бандаж у меня уже есть. Я его, правда, два дня сколько носила, чулки и еще не покупала. Не знаю. Дима жадный? Нет, Дима очень щедрый. Он не все. Последний отдаст себя, отдаст жизнь свою, отдаст за нас с малышом. Нам уже 19 недель почти. С кем все? Я сейчас думала со всеми по чуть-чуть. У вас будет мальчик или девочка, сын? Пока не придумали имя. По поводу гостей из дома 2 еще пока не ясно точно. Какое имя для девочки хотели дать? ПДР сказала, когда ты ходишь в школу для мам? Нет, я буду ходить после свадьбы. У нас сын. После родов бандаж. Привет, Орел. Спасибо. Прикольно. 23 февраля. После рождения сына где будешь? Будешь? Будете? Будете? Вопрос непонятный. За все время беременность сколько раз у тебя было УЗИ? Так. В МИДОК у меня было УЗИ раз-два. Потом у меня было сердцебиение 3. Потом неплановое на этом аппарате 4. Потом скрининг 5. Потом пожелание. 6 УЗИ у меня было уже. На момент 19 недель было 6 УЗИ. Скоро на второй скрининг. Мне на 3 УЗИ поставили верный срок, что я не родила. А мне даже не по УЗИ ставят, но у меня все совпадает. Типа цикл с УЗИ. Убрала роддом. Ой, честно нет. Потому что я сейчас занималась свадьбой и покупками, но не роддомом. Я еще успею и буду ближе к Новому году этим заниматься. Ты же из Украины? Да. Диме повезло. Спасибо. Какой фирм у тебя бандаж? Покажи, пожалуйста. Напишите мне в Директ. Если я сейчас не встану и не покажу, напишите мне в Директ. Очень красиво. Покажи животик. Вот. Лежит рядом со мной. У нас свадьба будет в Киеве, в загородном комплексе. Буду платно рожать. Где, пока неизвестно. Да, у нас все хорошо. Спасибо. Привет. Очень красивая пара. Спасибо. Спасибо. Первые шевеления были в 16-3 недели. Я очень отчетливо их запомнила. Кстати, а второй скрининг когда будет? Эти надо тоже. А когда не спросила. До двадцать первой недели нужно пойти. У меня будет скрининг через... Короче, в пятницу. Сегодня понедельник. В пятницу. На какой неделе сказали точно пол? Точно еще не сказали. Точно скажут после родов. Когда скажут, поздравляем, у вас родился мальчик. Но вообще пол сказали в 12 недель. После беременности бандаж. Огонь до ночи так много уже было. У меня 12 недель. Было только 2 недели. Следующие 20 недель. Потому что я меняла врачей. Меняла страну. Меняла город. И так далее. Поэтому... ПДР 8 марта. Запомнили число, когда ребеночек начнет перворазбиться. Такое число родишь. Мы сказали, что когда начнут первые эти шевеления. Ровно через 5 месяцев родишь. То по подсчетам я рожу только в конце февраля. Я уже посмотрела. Ты прям полностью лежишь. Нет, мне так удобно. Я на одну руку делаю упор полностью. Эфир сохранил. Имя не придумали. Склининг. Это УЗИ и кровь. Нравится мне тебя смотреть. Спасибо. Привет. Красторы. Наши главные роды. Хожу дыхание. Спасибо. Наши води. Я из Украины. Когда Дима приезжает через 10 дней. Мне 22. Малыш шевелится. Кофе не пью. Кофе не пью. Дима живет со мной. Но уезжает часто в командировки. Я тоже лежала на животе, пока удобно было. Я, во-первых, лежу на боку. Во-вторых, мне удобно. Дорога снимать квартиру. Ну, такую, как снимаем мы, такую, как нравится мне в таком районе. Мне дешево. Ну, а что сейчас дешево? Поздравляю. Я желаю легкой беременности. У нас примерно одинаковый срок. Круто. Я вас тоже поздравляю. Я хочу, что-то кистенькое. У меня очень лень встать. Ну, не то, что лень. Просто не хочется сейчас. Вот, ребята, там, а-ля, подождите. Я пойду замбоем. Так. Так, давайте активизируйтесь с вопросами. Потому что еще минут пять, и я ухожу. Потому что у меня уже онемела рука. Я хочу кисленького и попить. Я хочу позвонить Диме. Я хочу посвязываться. А, мне еще и маме нужно набрать. И по рекламе порешить вопросы. И ложиться спать. Идти в душ, ложиться спать. Поэтому время уже не ранее. Мне... А, еще рубрика у меня. Надо поотвечеть на вопросы. Завтра еще продолжу. И... Рано вставать завтра. Я еду на эту все-таки прессотерапию. А еще на брови иду. Короче, дел куча. Ты носишь одежду для беременных? Нет. Обязательно такую одежду покупать? Не обязательно. Можно свою носить как раньше? Можно только аккуратно с джинсами. Особенно которые или с завышенной посадкой не тянутся. Или которые застегиваются на животике. На серединке. Короче, ну... Это вредно. Но неудобно. Малыш начал шевелиться в 16,3. С родителями. У нас очень хорошие отношения. Тьфу-тьфу. Вообще никогда, в принципе, не было каких-то проблем в отношениях с родителями. Мама была в гостях у меня. С папой. Папа был, правда, три дня. Уехал. У него дела. А мама еще была у меня дома. Со мной жила, так сказать. Помогала мне тут все. Неделя. Фу, такие новости показывают. Я в шоке. Мне вообще такое смотреть нельзя. Того убили, того передавили. Я в шоке. Надо детский канал, как обычно, включить мультики. Когда Дима нет дома, я включаю мультики. И они у меня всегда на заднем фоне. Пупочек вылез? Нет. Какого что, господи? У меня там-то у живота. Какой пупотик. Хладьба машина. У меня нет машины. Губки в те я колола. Ой, я колола давно. Да, в Киеве. Но у меня сейчас напухли. Ну, у меня сейчас гиалуронки нет в губах. Потому что беременность рассасывает всю гиалуронку. У меня сейчас беременные губы, так сказать. Скоро будут беременные пальчики на ногах. Это так мило. Даночка, привет. Спасибо. Почему ушла? Господи. Потому что за проектом жизнь прекрасна. Все познается в сравнении. Спать-то ложиться буду где-то в 12. Хотя я не знаю, сколько... Ой, сколько сейчас времени. Но планирую в 12, не просто в 10 вставать. Я думаю, что раньше. Дано, я кушаю постоянно роллы. Как думаешь, недельно меня на них тянет очень. Это не вредно, но это опасно. Раз на раз не приходится. Не дай бог съесть раз рыбу с инфекцией, так сказать. Ну, не с инфекцией, а что там в рыбе. Какой там таксоплазмоз или что там в этой рыбе. И не дай бог. И все. И последствия лучше не рассказывает. Поэтому я, суши, вообще. Потому что... Ну, сейчас очень мало заведений, в которых реально это свежая, которая рыба сырая, она свежая. Нет, все, не хочу даже говорить на эту тему. У меня что-то начинается этот... Тажлота разговоров даже. Канал СТБ смотрю. Жалко, не в Астрахани живешь. Я б тебя одела. Оделать его в смысле? У меня есть одежда. Не лежи на животе. Я не лежу на животе. Как однажды с Актерой ДАУЗИ. У нас было 3 ДАУЗИ. На первом скрининге. Таня, спасибо тебе за эфир. Не за что. Я говорю, беременность ела мел. Нет, меня на такое не тянет. Грудь не болит. Брови буду делать коррекцию. Формы просто. Малыш начал шевелиться в 16 и 3. И я очень была рада провести время. Спасибо. Заходите. Диму приняли хорошо. Отлично. Мама любит. Папа любит. Привет всем, кто присоединился. Я уже скоро буду выходить. Сохраню эфир. Все, что вы не спросили. Есть возможность спросить у меня в директе. Задать вопросы в комментарии. Или же в рубриках в соответствующих писать вопросы. Как, например, сегодня. Токсикоз до сих пор есть. Мне зачем жить в Украине? В Москве лучше. Ну, а кто сказал, что в Москве лучше конкретно мне? Так. Я себя чувствую. Так. Плюс-минус. Пьешь витамины? Не пью. 23 недели. Я вас поздравляю. У меня почти 19. Витамины сейчас не принимаю. Пупок у меня не вылазит. Поэтому ничего не скажу. Смотрю СТБ. Я не лежу на животе. Ой. Я стучала ногой. Нет. Такого нельзя беременно смотреть. Ужасы. Спать. Буду ложиться. Блин. Я не слышала, что я стучу. Спать это через час. Я редко общаюсь. Моя дочка Айбула. Ой, класс. Точно похудела. Да. У нас свадьба не была. У нас свадьба будет 25 октября. Я на 4,5 килограмма похудела. С токсикозом бороться нельзя. Его надо пережить. Я не лежу на животе. Что больше? Платочками сидели в джинсах. Платишки сейчас. Да, девочки, мальчики. Я буду идти, как я и говорила, общаться с Димой, с мамой. Поэтому всех обнимаю, всех целую. Всем спасибо за эфир. Сохраню. Ну, кому интересно, пересматривайте, пересмотрите, пока он не удалился. Возможно, когда у меня будут силы и удобная позиция, чтобы делать совместный эфир, сделаем с вами совместный эфир. Как я иногда делала, когда вы присылали запросы, и я подсоединяла по пару минут вас по очереди. Поэтому, как обычно, в сторис следите, что происходит, рубрики, ответы и так далее. Всем практически отвечаю, кто пишет адекватные вещи. Кому я не ответила, это может быть только по той причине, что вы мне присылали ответ на то, что, какую вы советуете песню свадебную, ну, в плане под танец свадебный. Если мы до этого с вами не общались и в запросе вы первое, что мне написали, это по поводу свадебной песни, то вот эти вот 40 человек у меня до сих пор висят. Потому что я не хочу вас потерять в плане ваших предложений по поводу песен. Поэтому вот эти люди меня обижаются.